ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здравствуйте, Цирин Викторович. Здравствуйте, Ангелина. Давайте знакомиться. Как Вы пришли в эту профессию? Меня зовут Цирин Викторович Кутышов. Я закончил в 2012 году Астраханскую государственную медицинскую академию. Врачом я мечтал быть с детства. Я учился в Альстинской классической гимназии на эколого-биологическом классе. И выбрал эту профессию, потому что мне всегда нравилось оказывать помощь людям. Офтальмологию. У нас был на четвертом курсе цикл по офтальмологии. И я буквально влюбился в эту специальность. Там Вы определились, что Вы будете офтальмологией? Ну, выбор, конечно, был между офтальмологией и отоларингологией. Вот так. Но пройдя практику летнюю в офтальмологическом кабинете, мне понравилось. И весь шестой курс я уже целенаправленно шел в эту специальность. Сколько лет работаете? Какой стаж у Вас? Я работаю с 2013 года. Получается, уже стаж 9 лет. Здесь работаю уже третий год. В 2019 году у нас на базе городской поликлиники было организовано данное отделение. Которое Вы заведуете? Совершенно верно, Ангелина. В штате у нас 8 врачей. Также помимо данного отделения в городской поликлинике имеется офтальмологический кабинет, который расположен в селе Троицком. Там оказывается медицинская помощь для нашего населения Целинного района. Здесь, в данном отделении, мы также ведем амбулаторный прием городского населения. Помимо него мы также принимаем, в принципе, пациентов со всей республики. Дополнительно у нас здесь оказывается хирургическая помощь. Это основная наша работа. Оперируем такие операции, как катаракта, глоукома. Проводим их мы либо хирургическим путем, либо лазерным методом. Лазер у нас, мы сейчас с вами, кстати, находимся в лазерном кабинете. Здесь мы и оперируем. Пациенту по поводу вторичной катаракты и закрытоугольной глоукомы. Ну хорошо, вы так подробно рассказали о своей работе. Такие небольшие, может быть, советы, как от профессионала. Какие такие первые признаки для человека должны быть звоночком, чтобы они обратились к вашу клинику? Самое главное, это в первую очередь следить за своим здоровьем, это проходить диспансеризацию и профосмотры. Почему? Потому что после 40 лет риск возникновения глоукомы, он повышается в процентном соотношении. И поэтому врачи рекомендуют после 40 лет раз в год проходить осмотр офтальмолога, получать его консультацию. Чтобы экстренно обратиться к пациенту, это резкое снижение зрения, появление боли в глазу, выпадение каких-то секторов зрения. Вот если человек смотрит на какой-то предмет и он не видит части этого предмета. Это одни из симптомов глазных либо неврологических заболеваний, которые требуют экстренной консультации офтальмолога, чтобы решить дальнейшую тактику лечения пациента. У нас в этом плане в Республике работает Резбольница, там офтальмологическая помощь оказывается 24 часа 7 дней в неделю, круглый год. Сергей Викторович, в интернете есть много советов, как можно сохранить зрение, то есть гимнастика, упражнения какие-то. Насколько они эффективны? Ну, они достаточно эффективны, эти упражнения, но они дают свои эффекты в более молодом возрасте у детей и подростков. Это, наверное, когда ты много сидишь за гаджетами, да, для этого? Да, в связи с тем, что у нас изменился образ жизни, уже у нас все находится вблизи и из-за этого возникает часто спазм аккомодации, который в дальнейшем может привести к близорукости и ухудшению зрения. А может быть сейчас покажете нам, как это? Я на мне допустил, я что-то уже глазами, да. В итоге человек должен сесть около окна, на окне рисуется на расстоянии 15-20 сантиметров точечка, он смотрит на эту точку и потом вдаль в горизонт. Ну, допустим, вот, да. И так повторяем упражнение. Как долго? Ну, буквально 3-5 минут достаточно. Также еще важно делать перерывы во время длительной работы за компьютером. Это можно закрыть глаза, посмотреть вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения, сделать восьмерку знак бесконечности, так, глазами. Ну, это все, конечно, закрытыми. А, закрытыми? Да, я-то на камерах демонстрирую. Ну, это как раз будет, чтобы чуть-чуть расслабиться, делать перерыв. Хорошо, спасибо за совет. Надеюсь, все это примут к сведению. Более подробно расскажите о работе вашего отделения. У нас отделение оказывает как амбулаторный прием, так и оказывает хирургическую помощь. На амбулаторном приеме у нас находятся 4 доктора, которые в 2 смены проводят консультации пациентов. И в дальнейшем их определяют, куда они. Либо на хирургию, либо мы дальше наблюдаем данных пациентов. И всю помощь можно получить просто имея медицинский полюс? Совершенно верно, да. Единственное, что записывается через регистратуру. Запись у нас осуществляется. Пациент приходит, ему оказывают помощь, консультацию, осмотр. И в дальнейшем, если есть необходимость, либо его могут направить на курсы поддерживающей терапии, либо это было, если в зависимости от жалоб, конечно, пациента, либо это консультативный лист с рекомендациями, либо если пациент нуждается в хирургической помощи, в зависимости от того, если мы оказываем данную помощь здесь у себя в регионе, мы, в принципе, тогда направляем его к себе же сюда и на подробный осмотр. В дальнейшем мы определяем дату операции, и пациент подготавливается к данной операции. Основные операции у нас это катаракта, это помутнение хрусталика, из-за чего у пациентов происходит снижение зрения. Катаракта это то заболевание помутнение хрусталика, жалобы при нем снижение зрения, затуманенность зрения, человек видит как будто сквозь целлофановый пакет. Да, или же сквозь запотевшее стекло. И тогда мы как раз проводим данную операцию. После замены хрусталика мы имплантируем искусственную линзочку. И пациент у нас значительно лучше видит. Вот здесь макет, у нас глазстроение. Вот наш хрусталин. Он с годами у нас смутнеет. И получается, что внутрь глаза у нас попадает меньше света из-за этого. Мы делаем небольшие разрезы в роговичке. Самый большой разрез у нас 2,4 мм. И два дополнительных разреза по миллиметру. Через данные разрезы мы оперируем. Убираем само вещество хрусталика. И в данную капсульную сумку имплантируем через этот большой разрез линзочку. Таким образом мы возвращаем пропускную способность для света. Свет у нас попадает на сетчатку, и человек лучше начинает видеть. Конечно же, у нас бывают случаи, что зрение особо не улучшается. Это может быть связано уже с другими сопутствующими заболеваниями. Либо с заболеванием зрительного нерва, а также изменениями на сетчатке. Также у нас бывает деструкция стекловидного тела. Бывают пациенты жалуются у нас, что мушки появились после операции. А они у него в принципе всегда были. Почему? Потому что за счет того, что хрусталик был мутный, он их не видел. Но они внутри этого стекловидного тела плавали. И после того, как мы поменяли хрусталик, он уже видит лучше, света попадает больше. И данные точки деструкции в стекловидном теле проецируются на сетчатку у нас. И он замечает этих мушек достаточно больше. А есть ли риск, что упадет зрение после операции даже? Как с этим быть? После операции, в принципе, да, конечно, риски есть. Это в послеоперационном периоде возможно присоединение к какой-то инфекции. Но мы на данном этапе уже пользуемся современными антибактериальными препаратами, которые снижают данные риски к минимуму. Также у нас, возможно, другие нарушения кровообращения внутри глаза, которые также приводят к снижению зрения. Какая статистика чаще после операции? После операции у нас снижается зрение. И по объективным причинам это возрастные изменения. Это идет уже вторичная катаракта. Так как мы прооперировали, убрали саму линзочку, но мы оставляем внутри глаза заднюю капсулу, на которой и лежит сама интерокулярная линза. И она с годами также подвержена процессам старения, она мутнеет. И при помощи лазера мы оперируем вторичную катаракту, делаем рассечение этой задней капсулы буквально 10-15 минут, и человек также... Выходит уже вверх. Уже, да, совершенно верно. Уйдет уже с улучшенным зрением. Какая замечательная у вас профессия. И нужная, самое главное. Сколько длится период восстановления после операции и чего нужно ожидать? Может быть, какой-то особый уход требуется? Операция по поводу катаракты, она занимает примерно у нас 15 минут. Она малоинвазивная. Как я вам сказал, самый большой разрез 2,4. Она у нас бесшовная, то есть не требует зашивания. Пациенты наши буквально после операции уже способны видеть лучше и уходят домой. То есть не надо там полгода с повязкой ходить? Нет, совершенно верно, не нужно. Они на следующий день приходят на контрольный осмотр. И единственное, что у нас идут ограничения до месяца. Это баня, сауна, парилка. И по подъему тяжести не более 5 килограмм и с наклоном головы. Наконец-то. Да. Но эти ограничения у нас буквально недели на 2 месяц. В зависимости от исходного состояния глаза. Целин Викторович, спасибо за встречу, за беседу. Было очень познавательно, я уверена, для наших зрителей. Приглашайте еще в гости. Спасибо, Ангелина. Глаз – это космос. Даже опытные офтальмологи признают это. С его помощью люди могут видеть, а специалисты еще и диагностировать общее заболевание организма. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok